Водолеем, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас я снимаю ваш второй прогноз на неделю, в период с 3 по 9 октября 2022 года. Традиционно мы с вами смотрим основные узловые точки, позитив, негатив недели, рекомендация от карт на этот период и неожиданность этих 7 дней. Для чего смотрим позитив и негатив? Для того, чтобы вам понять, какие острые углы обойти, а на чем сконцентрировать ваше внимание и энергию и добиться максимальных результатов. Итак, пожалуйста, настраивайтесь, будем смотреть, анализировать и делать выводы. Позитив, негатив и совет. Что у вас здесь? Паш-чаш, шестерка, пентакли и императрица. Ой, какие у вас прекрасные карты. Здесь, в первую очередь, по этим арканам, это получать моральное, эмоциональное, ментальное удовольствие от того, что вы помогаете маме, бабушке, женщинам своего рода, в принципе, мамочкам, которые могут нуждаться в вашей помощи, поддержке, подсказке. И знаете, если смотреть по этим картам, что вы помогаете себе сами, особенно если вы мать, потому что здесь как помощь, поддержка детей и ваша реализация через материнство, то есть через выполнение основной функции. Если смотреть с точки зрения мужчин, то это ваша помощь и поддержка, повторюсь, супруге, любимой женщине, матери, бабушке, то есть и ваш эмоциональный подъем через эту помощь. Это также успешный период для вопросов преображения. Вот здесь уже не имеет значения, мужчина вы или женщина, потому что это вкладывается в красоту. Причем красота не только смена имиджа, а может быть смена стиля. И помимо всего прочего, поскольку сама по себе карта у нас указывает на зону комфорта, на зону уюта, это вкладываться в свой очаг, это вид очаг. Это создавать для себя приятную атмосферу, обстановку, приглашать друзей, наслаждаться этой обстановкой и этим окружением. И для кого-то, если смотреть по этим картам, это еще как платить, нанимать, допустим, няню для своего ребенка, потому что шестерка Пентакли императрица, та, которая будет выполнять функции матери, допустим, для ваших детей, если у вас есть детки. Если карты рассматривать будем с точки зрения личной жизни, а вы на текущем этапе у нас свободны, какова здесь будет ситуация? То, как вы видите, по тазу чаш, это знакомство, которое придет к стабильным связям, к вопросам супружества, замужества. Здесь паш чаш и шестерка Пентакли, это знакомство, как я говорю, при помощи заочной свахи. То есть по ситуации, когда вас кто-то с кем-то сведет, познакомит, то есть поспособствует появлению в вашей жизни того человека, с кем у вас будет создание прочного союза. И если же вы у нас в любовных треугольниках, то это вопрос выбора, быть или не быть, в чем вопрос. Для многих это звучит ситуация так, как вопрос создания второй семьи. То есть, допустим, вы выходите из одной и создаете вторую официальную семью. И у многих будет стоять вопрос материнства, потому что быть или не быть. То есть заводить детей или не заводить детей. Пусть это как-то звучит кощунственно, но именно так. Потому что у некоторых может здесь сыграть такой фактор, как внутреннее ощущение, что тикают биологические часы, и вы можете не успеть. Поэтому Паша, Шестерка, Пентакли, Императрица, это приложит максимум усилий для того, чтобы реализоваться именно в этой ипостасе, в статусе матери. Если вы в стабильных связях, то Десятка мечей. О чем она у нас идет речь? Вот здесь по этим арканам, смотрите, по ситуации. Если, ну это тем, у кого, допустим, вопрос четко стоит, что ситуация бесплодия, это заниматься вопросами усыновления ребенка, а у кого-то вопросами суррогатного материнства. Это первый момент. Второй момент, у кого дети есть, у кого с этим проблем нет и так далее, это уже в прямом смысле слова, ну знаете, как не то, чтобы отсекать от себя детей, отрезать пуповину, но помочь им в самостоятельном становлении, решении ваших вопросов, задач, потому что здесь он уже уходит из семьи, уходят какие-то конфликтные ситуации. Здесь вы можете только впоследствии, как бабушка или как дедушка, оказывать помощь, потому что Паш, Ча, Шестерка, Пентакли, Императрица, это по этим картам еще, ну знаете, как оказывать помощь, как будто как вторая мама, ну то есть, иными словами, знаете, присмотреть за ребенком, провести с ним какой-то период, какое-то время. Еще что по этим картам. Десятка меча сама по себе, естественно, карта, которая сможет указывать на разрыв. Да, допустим, если у вас шло к бракоразводному процессу, то вот именно по причине детей вы можете, знаете, повернуть время спять, то есть попробовать на ново, попробовать заново восстановить ситуацию и восстановить ваши отношения. Либо просто, если были конфликты ради детей, это попробовать вдохнуть новую жизнь в ваш союз. Если карта смотреть с точки зрения работы и заработка, и на текущем этапе вы не работаете, то есть вы домохозяйка, вы в декрете, вы не работающий пенсионер или студент, то для более зрелых родителей это может быть финансовая помощь от старших детей, для всех остальных это финансовые выплаты на детей. И здесь может идти финансовая помощь от женщины вашего рода. Если вы у нас в статусе соискателя, то здесь придется побороться за место под солнцем, проявить свою, знаете, как, ну, по жутчаш, это, боже, как это сказать на русском, неординарность, вот, мы не такой как все, потому что человек творческий, человек эмоциональный, человек, который в первую очередь знает тонко, чего хочет. И шестерка Пентакли и императрица, это приложить максимум усилий для реализации себя на каком-либо поприще. Единственный момент, что шестерка Пентакли и императрица здесь указывают на ситуацию, что вы можете кому-то как, не то чтобы сделать подношение даров, но оказать тоже финансовую поддержку за помощь в вопросах трудоустройства. Если вы наемный сотрудник, то для вас новая должность, новые перспективы, карьерный рост, увеличение вашего дохода, более комфортные условия труда, радость от происходящего, то есть у вас новый статус, у вас новые полномочия. В единственном ключе, это еще опять же, поскольку здесь карта говорит о новом статусе, если вы уходите в декрет, то получить как выплаты на ребенка и реализовать себя в новой ипостаси. Но для всех остальных это новые возможности увеличения дохода, заработка, как следствие за счет новой должности, новых перспектив. Если у вас свой собственный бизнес, опять же, процветание, развитие, хороший доход, известность, помощь со стороны какой-то влиятельной женщины, которая с вами находится в дружеских отношениях, которая к вам проникнется эмоционально, ментально и захочется поспособствовать вашему росту и вашему развитию. Карты здесь замечательные. С точки зрения состояния здоровья, единственное, что здесь для мужчин, обратить внимание на гормональный фон. Для женщин это просто по рекомендации врача, вопросы диеты, вопросы приемов БАДов или витамин, для укрепления вашего состояния здоровья, для того, чтобы, знаете, как цвести изнутри. Потому что по этим картам, это, знаете, как процветание. Ну, то есть хорошее самочувствие, хороший внешний вид. Если смотреть негатив, что у нас здесь? Восьмерка мечи смерти, восьмерка пентакли. Многие могут ощущать нехватку времени и скованность из-за работы. Знаете, как нехватка времени на личную жизнь, на хобби, на увлечение, на друзей. Потому что, видите, связаны по рукам и ногам. Хотелось бы что-то поменять, но по восьмерке пентакли не особо получается. Далее. Если это вопросы карьеры, это ограниченность. Ограниченность в чем? Восьмерка мечей и смерть говорят о четких устоях, ограничениях, которые вам будут поставлены, навязаны, но вследствие восхождения на новую должность. Если это вопросы бизнеса, то здесь, знаете, какие-то новые социальные, либо экономические ограничения, то есть какие-то законы, которые могут предусматривать новые налоги, новые взыскания, либо новые какие-то условия работы. Если вы у нас в статусе соискателя, то здесь ограничение, ограничение какого плана? Что сами вы не способны добиться того результата, который вам необходим, и вам нужно будет потрансформаться, что-то менять, обращаться к кому-то за помощью, даже если вам не очень этого хочется. И совет. Совет у нас по аркану справедливость. Аркан справедливость всегда, слово, знаете, как кредо, будь справедливым. Как ты к людям, так и люди к тебе, и наоборот. Ну, то есть всегда меряйте, как бы по чаше весов, как вам, так и вы к людям. Еще это указание на то, что решаете все вопросы, все моменты в рамках закона, по букве закона, в рамках правового поля. Откажитесь от оценочных суждений, откажитесь от предвзятого отношения к кому-либо, будьте справедливым. Не поддавайтесь, ну, в первую очередь, знаете, может быть, на чье-то мнение. Следуйте, знаете, как идите по своему сердцу, по своему менталу. Не обращайте внимания на других. И еще правосудие, это успешный период для сдачи экзаменов, для судебных дел, для пересмотра каких-либо ситуаций, потому что в этих вопросах справедливо будут относиться к вам. И если мы сейчас с вами посмотрим неожиданность этой недели, этого периода, у вас идут здесь следующие арканы. Это у нас луна, это у нас плетки, это у нас змея. Здесь в первую очередь эмоциональные переживания. И эмоциональные переживания у кого-то связаны с вопросами деторождения, нового статуса, потому что здесь необходимо проявить мудрость. Видите, у вас на колоде звезды, то есть здесь речь не идет о болезни либо вопросах истощения. Здесь в первую очередь акцент на том, что проявите мудрость, проявите гибкость в каких-то кризисных ситуациях либо в новых для вас обстоятельствах, потому что луна, плетки и змея это могут быть нервный срыв. Допустим, если вы в статусе матери из-за недосыпа или из-за того, что много навалилось на вас всего и сразу. И как следствие плетки змея это еще, знаете, как переложить часть обязанностей на женщину рода. Почему рода? Потому что здесь падает луна. То есть мама, бабушка, тетя, сестра, то есть кому-то, знаете, кого-то привлечь к помощи. И еще эти карты говорят, если смотреть, для мужчин луна, плетки, змея, а вот здесь для мужчин может идти речь о сбои в гормональном фоне из-за постоянных стрессов. То есть, знаете, как психосоматика, которая влияет на вас. Поэтому мы весь негатив перекроем позитивом. Негатив нам не нужен. В принципе, никому не нужен. Наша задача посмотреть уязвимые точки и от них избавиться. Вот чем мы, собственно говоря, и будем заниматься. Поэтому успехов вам в достижении радости и исполнении всех ваших поставленных целей и задач. Вот таким вышел расклад на эти семь дней. Верю в то, что информация вам будет во благо и неделя у вас пройдет легко. Вас я благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.